МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Новый беспроводной набор, состоящий из мыши и клавиатуры. Июньское обновление всемирно известных рейтингов по Counter-Strike 1.6. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями четвертой гонки второго сезона российского чемпионата Russian GTR 2. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. В рамках Worldwide Invitational 2008 пройдет лайфрейд гильдии Нихилум Мау Спортс ММО. Целью рейда является прохождение сложнейшего подземелья современности Санвел Плито. Около 8 тысяч человек смогут воочию наблюдать за игрой, как тех, кто не посетит чемпионат, будет создана видеотрансляция. Испанцы Next Level решили покинуть одноименную организацию и отныне будут выступать под иным тегом. Многообещающие заявления, что ребята смогут путешествовать по всей Европе за счет организации, остались пустыми обещаниями. И ничего путного из сотрудничества испанская страна извлечь не сумела. Очередные незначительные изменения можно наблюдать в ростере команды WNVCN. Выведенный ранее из основного состава Big Gun сегодня возвращается к активным тренировкам. А все по простой причине. Один из лидеров этого проекта в лице Forever решил взять небольшую паузу в игре и сосредоточиться на других занятиях. Главное событие в мировом рейтинге – долгожданная смена лидера. Поляки возвращаются на привычную первую позицию, в то время как Fnatic теряет сразу две строчки. Российский проект Virtus.pro по-прежнему вне первой десятки. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. Правило первое. Если вы новичок в гонках, не стоит обращать большое внимание на времена прохождения трассы и расстраиваться. Поняв, что много проигрываете другим пилотам. Задача на первое время для вас – понять машину, научиться чувствовать нюансы ее поведения и уверенно держаться на трассе. Не нужно пытаться соревноваться с пилотами, у которых за плечами десятки гонок и тысячи пройденных виртуальных километров. Правило второе. Для начала поставьте себе задачу просто уверенно доезжать в гонках. И только потом можно будет задумываться о первых гоночных успехах. У кого-то этот период обучения занимает недели, у кого-то месяцы. Но не стоит отчаиваться. Первые победы не заставят себя долго ждать. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке пока бесплатно. По машинам! Удачи на трассах! Смотрите далее. Новая клавиатура от американской компании со встроенными портами USB. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями четвертой гонки второго сезона российского чемпионата Russian GTR 2. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Американская компания Kensington представила свою версию клавиатуры, в которую встроены порты USB. Новинка получила название Kensington CI70. В верхней части устройства расположены два порта USB. Помимо этого имеется порт mini-USB, благодаря которому можно подключать цифровые или видеокамеры. Также есть пять дополнительных клавиш для запуска интернет-браузера, почты, медиаплеера и назначаемые клавиши для запуска программ, которые вы чаще всего используете. Беспроводной набор Style Set. Частота радиоканала 27 МГц. Тип клавиш мембранный. Питание от двух батареек 3А. Мышь имеет две стандартные клавиши, нажимающиеся колесико и три дополнительные программируемые кнопки. Если судить по одним характеристикам, то перед нами неплохой среднестатистический беспроводной набор. Отличительными особенностями клавиатуры является утонченность и наличие мультимедийных кнопок, а мышки — небольшой вес и классическая форма. Видеокарты PowerColor HD4870 и HD4850 на новых процессорах RV770 от AMD AT ничего оригинального разработчики пока предложить не смогли и оставили самое вкусное. Рабочая частота графического ядра 750 МГц и 625 МГц соответственно. Поддержка DirectX 10.1. Поддержка технологии Crossfire. Компания MCI, как и ее конкурент, не стала пока выкладывать все свои козыри, представив лишь образцовые модели. CyberSniper выпустила на рынок уникальную в своем роде веб-камеру под названием Spotter Webcam. Уникальность кроется в оптическом семикратном конвертере, превращающем обычную веб-камеру в устройство для наблюдения и шпионажа. Помимо самой камеры можно обнаружить настольный штатив, ремешок на руку и чехольчик для конвертера. Сегодня мы увидим четвертую гонку второго сезона российского чемпионата Russian GTR 2. Гонка проходит на трассе Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах. Участникам предстоит преодолеть 34 круга, что составляет почти 135 километров. Участники выступают в чемпионате на машинах Lamborghini Murcielago, Salen S7, Maserati MC12 и Dodge Viper. Характеристики автомобилей ограничены регламентом. Все они выдают около 610 лошадиных сил на 1100 килограммов массы, что позволяет пилотам разгоняться до 300 километров в час. В гонке стартовало 11 пилотов. Помимо российских участников приехало два пилота из Азербайджана. Давайте посмотрим, как выглядит стартовая решетка после квалификации. Первый ряд стартовой решетки поделили Сергей Николаев и Дмитрий Кафанов, которых разделило менее 0,2 секунды. На втором ряду расположились два пилота из Victory Racing Team – Александр Завьялов и Илья Рыжих. Именно эта четверка и будет патендовать на победу и места на подиуме. Итак, пилоты выстроились на стартовой решетке. Впереди 34 круга дистанции. Зажглись зеленые огни. Старт дан. Все пилоты уверенно взяли старт. Особенно это удалось Алексею Сафронову из AF Course. К моменту входа в первый поворот он отыгрывает две позиции и перемещается на пятое место. Вслед за лидерами. Но дальше следует небольшая ошибка, и Алексей все же теряет одну отыгранную позицию. Также удачно стартует Сергей Жуков. Его красно-белая Lamborghini обходит стартовавшего четвертым Илью Рыжих. Но первый круг не обошелся без инцидентов. Сильно не повезло удачно стартовавшему Алексею Сафронову. Сначала на торможении после длинной задней прямой его машину ударяет Олег Борейко. Контакт не приводит к серьезным последствиям, но позицию Борейко выиграет. А еще чуть позже, в десятом повороте, после контакта с Камраном Олег Первым, синий Мазератти Сафронова разворачивает. Алексей теряет много времени и откатывается на последнее, одиннадцатое место. Интересная борьба идет за четвертое место. Илья Рыжих, уступивший на старте одну позицию Сергею Жукову, держится вплотную и пытается обогнать соперника. На втором круге Илья вплотную следует за красно-белым Lamborghini Сергея, ища возможность для атаки. Но неожиданно они оба настигают Александра Завьялова, шедшего третьим, но совершившую небольшую ошибку на торможении. В конце длинной задней прямой три машины идут бок о бок. Удачнее всех ситуацией воспользовался Илья. Он обгоняет сразу обоих соперников и выходит на третье место. Александр пытается контратаковать и уже в предпоследнем повороте второго круга возвращает утерянную позицию. То же самое пытается сделать и Жуков, но ошибается в середине следующего круга и его машину разворачивает. Ошибка стоит Сергею очень много, целых пять позиций, и он откатывается с четвертого на девятое место. Впрочем, уже через пол круга Сергей довольно легко проходит пару пилотов Рзаев-Шигельский и перебирается на две позиции вверх. Одно из ключевых событий всей гонки происходит на третьем круге. Стартовавший с пола и лидирующий в гонке Сергей Николаев неожиданно заезжает в боксы. Стюарды гонки наказали Сергея 15-секундным штрафом за фальшстарт. Вторая четверть гонки проходит спокойно. Машины участников уже растянулись по трассе и ведут тактическую борьбу. Очень многое будет зависеть от того, какую тактику пидстопов выбрали команды. Первым на плановый пидстоп на тринадцатом круге заезжает идущий третьим Илья Рыжик. Остальные гонщики либо из суеверия, либо из тактических соображений отправляются в боксы кругом позже. Давайте посмотрим на положение пилотов после череды пидстопов. Несмотря на то, что прошло уже больше двадцати минут гонки, первых семь пилотов разделяет всего 50 секунд. Даже небольшая ошибка в такой плотной борьбе может стоить нескольких позиций. Гонка вступила в решающую стадию, но до финиша еще целых десять кругов. Посмотрим, как будут развиваться события. На девятнадцатом круге Сергея Николаева, пытающегося отыграть потерянное из-за штрафа время и уже подобравшегося вплотную к пятой позиции, подводит техника. Черно-желтый Ламборджини Мурселага, выбрасывая клубы черного дыма, замирает на обочине. Ближе к концу гонки интересная борьба завязалась за первое место. За восемь кругов до финиша лидировавшего к тому моменту Дмитрия Кафанова отделяло отшедшего вторым Александра Завьялова около семи секунд. А через четыре круга это расстояние сократилось до 2,8 секунды. Но за оставшееся время Александр не смог ничего сделать и пара лидеров в таком же порядке и финишировала. Ошибка команды лишила шестой позиции Сергея Жукова, ярко проводившего гонку. За 300 метров до финиша в машине Сергея закончилось топливо. Больше никаких сюрпризов гонка не преподнесла и пилоты так и финишировали. Итак, подведем итоги сегодняшней гонки. Победителем стал Дмитрий Кафанов из команды FRA GT, уверенно лидировавший значительную часть гонки и попутно установивший лучший круг в гонке. Второе место осталось за Александром Завьяловым из Victory Racing Team. Третьим к финишу пришел Илья Рыжих, также пилот Victory Racing Team. В одном круге с лидером, заняв с четвертого по седьмое места, финишировали еще четыре пилота. Олег Борейко, Камран Олегперов, Максим Хохлов и Алексей Сафронов. До скорой встречи на виртуальных автодромах. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова